Я рада очень видеть старых своих партнеров и, конечно, очень радуюсь, кто впервые к нам приехал. Интерес, который вызвали в этом году наши вопросы, которые здесь рассматриваются, в общем-то, наверное, тоже уже оговорен и непонятен, потому что надо в любом случае от пошлиных продуктов и продуктов, которые монокультурами почти стали в нашей области, каким-то образом уходить. Значит, участие в течение последнего месяца в трех зарубежных выставках мы побывали. И вот с Алексеем Павловичем выезжаем, вылетаем еще на одну дубайскую, Голлфуд. Они все, ну как под копирочку, сегодня требуют именно продукты здорового питания. Безглютеновая продукция, Женечка, вот здесь присутствует, а мы зашли на Алибабу. Сегодня до 50% спроса. Вы знаете, иногда даже говорить не надо о маржинальности. Просто есть спрос, который неудовлетворительный спрос и который, конечно же, удовлетворит ваше желание по маржинальности. Это раз. Второе. Меньше конкурентов всегда порождает свободу действий. Это два. Третье. Невозможно с малым формом выживать в одиночке. И необходимость объединяться. Это уже не вчерашний, вернее, даже не завтрашний день, а сегодняшний. И даже, может быть, вчерашний. Поэтому то, что мы сегодня собираемся, к сожалению, вот время пандемийное, даже вчера зарегистрированные люди сегодня вот давали нам отмашки, потому что заболели, заболели, заболели. В том числе наши ставропольские партнеры, хорошие партнеры. В том числе наш Сан Саныч, любимый, с белой гриной, который дает нам урожайность не меньше 24 центнеров с гектара. Чечевички. Ну, я не знаю, Петрович, нам тоже как-то грозился почти под 30, да, если бы не потерял первый год. Востребованность чечевицы сумасшедшая. То, что вот сейчас у нас уникальный человек сидит, его знают не только в России, а в России его просто боготворят. Этот человек впервые, первый в нашей области взялся за биотехнологию, за здоровое питание, за производство продукции без удобрений, без химикатов и так далее. Урожай 21, который выступил, мы ездили с ним в Сербию. Вы знаете, я думала, да кто ж там к удобрениям, потому что очень многие приехали с химией, много было участников по химии, а очередь стояла именно к урожаю 21, потому что все, в Сербии уже нет полиэтиленового пакета, нет СПП, нет ПОК. Там только или пакет бумажный, или экоупаковочка из березы, из дерева, из дуба и так далее, и так далее. То есть люди чуть-чуть начали задумываться, что же там у нас с желудком и чем мы дышим. Поэтому, дорогие мои, если у вас появится хоть какая-то возможность, хоть какой-то лишний гектар, я вас очень прошу, мы готовы будем, вот Анатолий Анатольевич сказал, выдать вам семена, проконсультировать круглосуточно в Штатах у нас и Николай Григорьевич, и Кольчик Анатолий Федорович принимает ваши заявочки и дает ответы постоянно. Мы готовы будем выехать и забрать у вас урожай, причем урожай по рыночной цене, а по цене, а пайчикам кооператива плюс один рубль к рыночной цене, причем в удобное для вас время. Мы готовы вам переработать и предложить вам партнера на уже готовые продукты, если вы считаете, что переработчик много брожей берет, и у него больше остается, пожалуйста, мы дадим вам покупателя на готовый продукт, причем упакованный не только в мешок, но и в потребительскую тару, что сейчас, кстати, очень интересно, особенно Европа, в основном розница выходит сейчас для того, чтобы она так же, как и наши сети под СТМ или под их именем была фасолка. То есть любые формы сотрудничества приветствуются. Я, чтобы не задерживать ваше внимание, сегодня у вас еще по технологиям и прочее, прочее, хочу сказать, что мы постарались без всяких поваров, у нас, к сожалению, из-за пандемии закрытое это предприятие общественное питание, просто наши диспетчера, секретари, девочки. Вот Женечка приехала даже с Ростова, раньше она сработала, сегодня у нас на удаленке она работает, идет на зарубежные площадки. Мы приготовили, ну, блюда из, самые простые блюда, но именно из продукции, которую вы выращиваете, а мы перерабатываем. Поэтому я очень прошу не расходиться, изведать нашего чечевичного супчика, который мы демонстрируем на каждой выставке. Вот в Дубае, в этом году мы с Анатолием Евгеньевичем накормили практически всю российскую делегацию, ну, так же, как, наверное, и в Каире. Кстати, мы в Дубае пополнили свой стенд, шоу-рум, а в Каире открыли, я не ожидала, что египтяне так заинтересуются нашей продукцией. Более того, из Египта сегодня заявок даже больше, чем с Китая у нас поступает, а объемы просто сумасшедшие. Поэтому, если кому-то интересно, стоимость участия в Клубе экспортеров, куда я попрошу подняться и посмотрите, как он у нас оборудован, для каждого из вас будет рабочее место, рабочая стоечка, то есть в зависимости от того, что вы будете представлять. Каждый ваш продукт, Женечка, мы уточнили по всем позициям, да, будет размещен на Алибабе, это 100% для членов Клуба экспортеров, и, конечно, все ваши продукты будут представлены в наших зарубежных полочках, постоянно действующих, где, как бы мы там министерство сельского хозяйства, хаяли, где-то кто-то не так решил, мы же с вами тоже очень многое часто решаем неправильно, и оживаются все, но то, как они стараются помочь, вот сейчас зарубежные площадки работают, ну, будем говорить, во благо. Если бы мы сами все это делали, мы бы никогда не освоили, по стоимости, по оперативности и прочее, прочее. Подключаются дипломаты, подключаются маркетплейсы, переводчики и прочее, прочее. И мы сегодня можем с вами в режиме онлайн получать, ну, два раза в неделю точно, мы получаем предельную информацию по мониторингу цен, по спросу, контракты приходят, и маленькие, и большие, не надо бояться. Вот я вас в который раз спрошу, не надо бояться, давайте начнем, фермер, контейнер, мерсием. Все, мы вам первый раз продекларируем, Светлана Геннадьевна, здесь. За ручку поведем, контейнер загрузите, денежку на счете увидите, и пусть он уходит. Не надо работать на сихе, на фобии, тут пусть Алексей Плач не слушает. Я вас просто призываю, давайте вот по предоплате, или по факту декларирования груза. Без всякого риска. Сегодня получится, завтра получится, а послезавтра вам не нужен будет никакой трейдер. Представляете, на H-min сегодня, что там, 93 доллара, да, пошлина? Да? Представляете, почти 10 рублей пошлина. Зато мы получили, Олечка, что мы получили? На перловку контракт. Посчитали, получается, ячмень сегодня можно продать по 21 рублю через перловку. Сколько у нас перерабатывающих предприятий стоит? Да привозите вы свой ячмень, заплатите рубль 60, 2,60, что там получается, Анатолий Турчак. 2,60. За переработку и тут же контрактуйте свою перловочку. Тем более, что вот за рубежной площадке сегодня получают европейские сертификаты под вашим именем. Мы сегодня можем нашим кооперативам или клубам и спортсменам получить сертификат. Мы сегодня имеем сертификат Made in Russia. Ну, не сделано на Дону никак, никак не получается. У нас сделано на Дону, раньше было 18 видов. На сегодня у нас 46 видов собственной продукции. Чуть-чуть мы перепрофилировались со времен нашей, за этот год, предыдущей встречи. Сегодня у нас в линейке здорового питания 12 видов продукции. Выделили мы зерно для проращивания, потому что очень пользуется спросом зерно для проращивания. Шесть видов у нас и забрендировали. Ну, если обратили внимание, там вот на верхней полочке. Женечка, не выставили, да? Футбол. Не презентовали? Есть. Ну, вместе с футбольным клубом Ростов мы разработали линейку спортивного питания. Конечно, ростовчане сейчас нас подводят, проигрывают и нам так это не особо. Обложились мы сильно, конечно, в продвижение этой продукции. Но верим в то, что все, зимний трансфер пройдет хорошо, кого-то закупим, где-то там потренируемся в Испании. Первую игру, правда, проиграли, но и тем не менее. Мы верим в то, что здоровье плюс спорт – это будет здоровая нация. И сегодня мы работаем под лозунгом «Питайся правильно и болей только футболом». Никакой пандемии, никакой температуры и так далее. Чего я вам желаю быть всегда здоровыми, активными, сильными. Ну, если можно, сотрудничать с предприятием «Маяк», которое будет безумно счастлива встречать вас здесь, выполнять ваши заказы, ну и, конечно, предоставлять вам лучший свой ассортимент семян. Кстати, Николай Алексеевич, у нас заявки с Николаем Григорьевичем на полный объем наших семян. И, значит, здесь у нас Артем Александрович присутствует, да? Да, Артем Александрович приехал туда, который выращивает замечательные семена Донской краснозерной. Тоже, если есть вопросы к нему, он готов ответить, наверное, и по проблемам, и по положительным, по отрицательным вопросам. Ну, а мы так хотели бы, чтобы выращивали именно наши, поэтому мы не продаем, вернее, остатки, которые у нас есть, мы зарезервировали только, ну, до встречи, до встречи на сегодняшнем день. И если вы не заявите, если не захотите чилицу выращивать, конечно, идут другие регионы. Астон просит, Алексей Павлович, там главный граном есть, клевашка такой. И вот приехали из какого-то района, Стацинского, по-моему, да, где выращивается чечевица Астона. Но они, они как, они работают сразу на экспорт зерном. А нам надо перерабатывать у нас в области. Обязательно надо, чтобы создавать рабочие места, оставлять добавленную стоимость, и, конечно, экспортировать готовый продукт. Вы не поверите, на муку на нутовую, на чечевичную, на гороховую, на льняную, из зеленого гороха сегодня итальянцы, которые делают у нас чечевичную и с нутовой муки макароны, уже сегодня их интересует и мука из зеленого гороха, но строго без иллютриановой. Кстати, если у кого есть желание заняться выращиванием зеленого гороха, который физиологически, ну, намного полезнее оказался, нежели желтый почему-то, и востребован, и дороже, он маржинальнее. Милости просим, у Анатолия Анатольевича еще где-то в пределах 18 тонн, да, 18 тонн изумительного, 99% схожесть, красноданцы вот сделали, анализ на схожесть этого продукта, пожалуйста. Приходите, будем работать, общаться, наращивать и повышать вашу урожайность и маржинальность.